Всем привет! Это видео будет не о шитее, это видео будет про меня, про то, чем я увлекаюсь. В этом видео я вам покажу, как я хожу на уроки вокала, какие у меня результаты. И во второй части я вам расскажу про мандаринку из косточки и покажу, какая она у меня уже выросла. Вот, а машинки у меня пока отдыхают. И, в общем, я тоже немножко отдыхаю. В общем, первый день вокала я не засняла, потому что я проснулась очень поздно и была какая-то вся в замешательстве. И вообще первое занятие прошло очень скомканно. Я чувствовала себя чрезмерно напряженной, и я поняла, что как раз через это я смогу как-то вырасти. Ну, я имею в виду, эмоционально смогу вырасти. Что я почувствовала? В этот момент, когда я пришла на занятие, я почувствовала какую-то скованность в себе. Просто у меня эмоциональное, вот лицо все скованное, дыхание все скованное. И я поняла, что все-таки вокал мне даст еще больше какой-то, наверное, расслабленности и уверенности, и улучшит мое дыхание. У меня, конечно, в принципе, с дыханием особо проблем нету. Только вот иногда я чувствую, что я могу, ну, как бы сдерживать дыхание. Ну вот, а там я это особенно ощутила. И это очень интересно наблюдать за своими реакциями. То есть не плыть, грубо говоря, по течению. Я пришла, я чувствую, что я вся такая скованная, и якобы это не замечаю. Нет, я офигеть, как это почувствовала. И мне это показалось очень интересным, и я подумала, что нужно все-таки двигаться в эту сторону. С мандарином у меня тоже своя особая история, но об этом позже. Так, ну, давайте. Так, сейчас. В, два, три. Или нет? Ах, эти лыбочки, да? Сейчас меня немножко поправит педагог по звуку. На занятии вокала, после того, как она меня прослушала, мы распелись, на первом занятии. Она мне сказала, у тебя высокие ноты. Говорит, твоя песня «Прекрасное далеко». Я такая вообще просто была в замершательстве. Я думаю, где я, и где «Прекрасное далеко». Вот сегодня у меня было, кстати, вот я сейчас записываю видео, у меня сегодня было третье занятие, и мы начали заниматься вот как раз «Прекрасное далеко петь». Вот. Сейчас я вам в видео покажу, что такое низкие ноты и высокие ноты, и вы послушаете. На примере, вот песня будет «Анжелики Варум» «Ля-ля-фа». Там куплет начинается как раз-таки с низких нот, и припев с высоких нот. И вы увидите, точнее услышите, как звучит мой голос на низких нотах, и как он раскрывается на высоких. Это очень интересно. Далее я вам покажу, как я пела до, и как после там одного, двух или трех занятий. Может быть, конечно, вам понадобятся антивандальные насадки на уши, как бы, я не знаю. Я не знаю. А может быть, вы с интересом послушаете и увидите разницу. А если вы даже занимаетесь музыкой, вы можете дать какой-то очень ценный мне совет. Это будет, правда, очень интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Ля-ля-фа И не осталось ничего. Но и нам уже ничего не успеет. Ля-ля-фа, как печально, ля-ля-фа, на прощание, может быть, ты придешь. Песня Аида Ведущего «Помоги мне» до занятий вокалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После третьего занятия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Выдохнули, где фрагма осталась. Не помаскинула. Так, осталось. То есть звук должен быть и яркий, и полетный. Не широкий. Вот такой звук не должен быть. Должен быть именно яркий, яркий, полетный. Понятно? Угу. А спироги, спироги. Аня, молодец. Филипочки. 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 Песня из кинофильма Иван Васильевич меняет профессию исполнительницы Нина Бродская. Я пою кавер до занятий вокалом. Планета вертится, круглая, круглая, летит планета вдаль, сквозь дума, кто худней, нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни шклещут упруга. Теперь после первого занятия. Субтитры создавал DimaTorzok Звенит январская вьюга, и ливни шклещут упруга. Теперь после второго занятия. Субтитры создавал DimaTorzok Звенит январская вьюга, и ливни шклещут упруга. И звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряются люди друг друга, а потом не найдут никогда. Но в любви еще одна задача сложная. Субтитры создавал DimaTorzok Нелегко, нелегко разобраться в ней. Звенит январская вьюга, и ливни шклещут упруга. И звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в самоточке с ней Нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, и ливни шклещут упруга. И звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Давайте теперь поговорим про мандарины. Мандарины. Как у меня вообще пришла идея посадить мандарины? В общем, сейчас скажи в каком году. В семнадцатом году я завела себе кучу цветов. Я их всех перелила. Они у меня начали загнивать. И я их дала подружке. Я оставила их подружке. И у подружки за месяц они стали просто шикарные. Расцвели. Я думаю, ну ладно, пусть пока поживут. Она была не против. Ну, в общем, цветы-то живут как бы у нее до сих пор. Мои цветы до сих пор живут у нее. Вот. И вот тут недавно я думаю, блин, я хочу себе тоже цветы. Купила себе две хои. Не надо писать там мужигон, ля-ля-ля-ля-ля. Короче, эти суеверия неинтересны. Вот. И я думаю, хочу попробовать вырастить мандарины из косточки. Залезла в интернет, посмотрела. Ага. Как их делать? Берете мандаринку, снимаете с нее, как это, типа как кожура. Я имею в виду не с саму рыжую кожуру, а с самой косточки. Кожуру снимаете и кладете ватный диск. И вот она лежит в этом ватном диске. Потом я туда добавила еще удобрения. И она стала, блин, расти прям активней. И вот смотрите, что у меня получилось. Это тоже мое, конечно, достижение. Всем привет! Смотрите, короче, я решила попробовать вырастить мандарины. Это две семечки из мини-мандарины. Вот они, второй день у меня. Сейчас я увеличу. Так, теперь переверну. Мне кажется, там за второй день уже образовался корешок маленький. Может быть, конечно, я гоню где. Вот-вот-вот-вот-вот-вот маленький. В общем, посмотрим. Влажные ватные диски в пакет кладу. Заворачиваю. Будем ждать. Насмотрелась, короче, я на ютубе, как выращивают мандарины. Реально вот так вот и выращивают. Посмотрим, что у меня получится. О! Видали? Ну вот, кстати, смотрите, как я тоже начал давать. Вон какой корешочек. Это росточек. Вон тут вылупляется тоже что-то. Но это такой он какой-то суховатый. Не знаю, что из него получится. Может, эти что-нибудь выдадут. А это кружок с удобрением. Ну что, будет у меня один мандарин, я надеюсь. Давайте, все новости. Мандарины мои, смотрите, как я здорово вымахали. Это вот самый первый я высаживала. Помните? Косточки. Ну вот, 28-го, 11-го я их запихнула в ватку с водой. 24-го, 12-го высадила. Это мини-мандарины, из косточек мини-мандарин. Это у нас, его зовут Боб. Это Вольчик. Это, короче, уже из других косточек. Тоже мини-мандарин. Видите, листик какой-то другой. А это теремок. Ну, короче, стаканчик из теремка. Теремок зовут. Стаканчик из кофейни Вольчика. Вольчик. А это Боб. Я не знаю, почему. Потому что он, короче, зернышком. А это мистер Скорлупка, которого я высадила. Он ни хрена не зашел. В итоге он лежал вот такой скорлупиной. И я его обратно запихала вот вместе с удобрением с горошками. Почему я этого мистера Скорлупка назвала? Он росточек дал вот только вот, когда я его обратно в вату с удобрением затолкала. А так он сидел вот просто вот этой скорлупиной, ну, без ростка в горшке. Я думаю, попробую его без ростка посадить. Ни хрена, без ростка нельзя сажать. И вот он у меня лежит сколько тут, неделю-две в этой ватке в мокрой. Вот росточек дал. Так что я его тоже скоро посажу. Эти я посадила в землю для моих вот этих цветов. Ну, типа нельзя в такую сажать, потому что она не питательная. Ну, вот я купила для этих, для лимонов землю. Вот эту уже посажу в лимонную землю. Надо Скорлупку моего пересаживать. Он у меня такой немножко дефективный был. О, смотрите, какую корешочку уже дал. В общем, я его пробовала высаживать просто вот без росточка. Нифига он не пошел расти. Поэтому я его обратно столкала в влажную ватку. Вот он росток дал. Сейчас я его посажу. Подписала вот стакан. Мистер Скорлупка. Высадка 30.01. Теперь все у меня по правилам. Я положила эти камни. Камни специальные. Взяла для цитрусовых. Потому что он и так у меня дефективный. Непонятно, что с него вырастет. Он лист какой. Сейчас вот тут земля намешанная. С перлитом. И удобрения еще добавлю. Посмотрим, как он будет расти. Специально купила лампу. Фитолампу для них. Ну ладно, с Богом, что. Посмотрим, что из него выйдет. А вот мои хои, которые я купила. Кримсон Квин за 350 рублей от росток. И Лиза за 400 рублей от росток. На самом деле они очень маленькие по размеру. Когда я забрала Лизу, я увидела, что у нее какое-то рыжее пятно. Я сначала напугалась. Написала ВКонтакте по всем группам, что это такое. А оказалось, что это всего лишь скрепка ржавая. И мне вот интересно вообще, как она могла там оказаться. Первое время мои цветы жили без лампы. И начались проблемы с листами. Смотрите, как он пожелтел. Я написала той девушке, у которой я покупала этот цветок. И она у меня спросила, что у меня со светом. И порекомендовала мне лампу полного спектра. Я сходила в магазин и купила то, что было в наличии. И была вот такая огромная лампочка. Эта лампа цоколь Е27 и вкручивается в обычную настольную лампу. А листик тот я с перепугу срезала. Хотя она мне написала, что этот лист надо было оставить, чтобы он сам отсох и отвалился. Как видите, эта лампа достаточно большая. И света хватает всем моим растениям. И хоям, и мандаринам. И вот смотрите, какие красивые у меня уже выросли цветы. Это Лиза. Она уже выпустила по 4 листка. Это вот Crimson Queen тоже выпустила уже 4 листка. И дополнительно еще 2 мне дает. То есть итого 6. Это мои мандаринчики. Тоже дали еще по листочку сверху. И живут они в суккулентной земле. Все-таки вот им как-то здесь нормально. Но с поливом тоже вопросы. Немного переливаю, что появляются мошки. С ними это отдельная история. Так что вот такие вот дела у меня. Что мне хочется сказать по поводу цветов. Как во всем. То есть я изначально пробовала вырастить цветы. У меня не получилось. Потому что я не соблюдала правила. Я их переливала. Я не давала им света нормального. Может быть они на сквозняке где-то стояли. Или еще какое-то место, которое им не нравилось. И вот в этот раз я подошла более глобально к этому. Купила лампу. Стала следить за поливом. Стала добавлять удобрения. И я получила результат. И эти цветы меня очень сильно научили тому, что если ты что-то хочешь, ты должна поменять, соблюсти условия, которые нужны для получения желаемого. Соответственно, если я хочу нормальные цветы, дайте свет, дайте подкормку, дайте все что нужно. Это можно на любую сферу переложить. Что на отношения, что на работу, что там, не знаю, взаимоотношения там в семье, да куда угодно. Это как бы про потребности, да, которые закрываются. Вот. И для меня это было очень круто. И это очень интересно. Ну, как бы это многому учит меня. Главное замечать, да, что нас учит. Так что вот так вот. Вот такое сегодня у нас получился видосик. А вновь. Производор.